Давайте поговорим про то, как обеспечить себе достойную жизнь, то есть, что такое достойная жизнь и почему мы говорим про капитал в 1 миллион долларов. Я любил всегда начинать с 2005 года, занимался вопросами инвестиционного консультирования, составления инвестиционных планов, инвестиционных портфелей, использование инвестиционных инструментов. Моя личная практика показала, что когда ты задаешь правильные вопросы, то ты получаешь правильные ответы на них. Какие ваши финансовые цели? Помните, Остап Бендер, Шура Балаганову задавал вопрос, сколько вам нужно денег для счастья? Ребята, пожалуйста, ответьте в чате, сколько вам нужно денег для счастья. Мне интересно было бы получить ответ, то есть, какие финансовые цели, сколько денег нужно для счастья. Давайте сформулируем это так. Вот смотрите, ответ на вопрос дан, то есть, что хочется мне для начала сказать, что вот иногда люди говорят, хочу 100 тысяч, хочу 300 тысяч. Давайте я вам приведу статистику общемировую. То есть, ответ на самом деле дан. Этим вопросом многие финансисты задаются, и возникает вопрос, сколько жителям разных стран нужно денег для счастья, процент годового дохода, да, то есть, в Дубае нужно получать годовой доход не менее 276 тысяч долларов. В России этот показатель для Москвы составляет порядка 10 тысяч долларов. То есть, это вот по вопросам источника Scandi International и Galab, которые приводились. Есть более развернутые исследования, которые говорят о том, что в зависимости от того, в каком регионе живут люди, там, в Австралии, это, соответственно, 125 тысяч долларов в год, 10 тысяч долларов в месяц. В Латинской Америке, на Карибах это порядка 35 тысяч долларов в год, 3 тысячи долларов в месяц. Ну, в России, соответственно, 600 тысяч рублей годовой доход, да, это не менее 50 тысяч рублей. И, соответственно, вернее, в России общий российский показатель составляет 50 тысяч рублей в месяц. В Москве этот показатель составляет, там, не менее 200 тысяч рублей. Почему возникают такие цифры, да? То есть, казалось бы, цифры не очень большие, потому что, когда люди считают, что чем больше, тем лучше, то есть мы видели тут цифры, связанные с тем, что я хочу миллиард рублей, да, я хочу, там, миллион долларов в месяц. Ребята, просто, скорее всего, то есть цель должна удовлетворять критериям SMART, может быть, говорю какие-то очевидные вещи, но при этом вы должны понимать, что для того, чтобы иметь такой пассивный доход, у вас должен быть определенный размер капитала. Когда размер капитала превышает 1 миллион долларов, возникает очень много сложностей, с которыми люди не сталкиваются, пока они такого капитала не достигают. Где он должен храниться? В банке он должен лежать, как он может лежать в банке, если страховая сумма только 1 миллион 400 тысяч рублей в России, да, это показатель. Как в этом случае хранить 78 миллионов рублей по текущему курсу? Вопрос ликвидности, вопрос надежности. Когда капитал бывает достаточно большой, это связано с определенными вопросами ликвидности, надежности, насколько обеспечить возможность быстрого обретения перевода из активов в ликвидные активы, то есть в наличную валюту. Это как бы вопрос другого порядка решения, но они тоже присутствуют. То есть, когда капитал превышает 2 миллиона долларов, то возникают другие параметры, которые требуются решить, которые начинают доставлять очень много дискомфорта для самого владельца. В первую очередь, вопрос, связанный с надежностью и ликвидностью размещенных денежных средств. Поэтому, если говорить о том, сколько же нужно денег для счастья, то если отбросить мировые экстремумы, что 800 долларов в месяц в России и 20 тысяч долларов в месяц для предельно Арабских Эмиратов, то среднее значение составляет порядка 8 тысяч долларов в месяц. То есть, если у вас есть капитал в 1 миллион долларов с доходностью 10 процентов годовых, то в этом случае вы в месяц получаете свои 8 тысяч 300 долларов. О чем я хотел сказать в самом начале, почему взята цифра 1 миллион долларов. Потому что эта цифра позволяет вам обеспечить пассивный доход. То есть, если у вас доходность на вложенный капитал инвестиционного портфеля составляет 10 процентов годовых, вы пассивно получаете 8 тысяч 300 долларов. Если вы получаете 8 тысяч 300 долларов, и мы не берем экстремумы, где самая дешевая жизнь и самая дорогая жизнь, в принципе, вы можете находиться в любой точке планеты, и иметь пассивный доход. То есть, этих денег вам будет достаточно, чтобы иметь комфортное жилье, чтобы иметь высокий уровень жизни социального обеспечения, медицинского обеспечения, продуктового обеспечения, чтобы можно было учиться развиваться и дать хорошее образование детям. Поэтому вот мы и говорим о цифре в 1 миллион долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова